Ага. Некоторые из вас или многие из вас, ну, примерно, я думаю, половина людей никогда не делали никаких действий в интернете. И вы знаете, на что было приятно смотреть, то, что действительно люди видно, что хотят, видно, что стараются. Я знаю, что некоторые с домашними заданиями сидели довольно-таки серьезно, кроподливо, долго, не все, может быть, получалось. Но вы молодцы, вы большие молодцы, потому что я могу сказать, каждый из вас, из тех, кто участвовал в марафоне, во-первых, дошли до конца, потому что дошли не все, да. Во-вторых, получили определенные результаты. Кто-то уже получил видимый результат, кто-то пока еще невидимый результат, но он точно есть, это я могу сказать. И сейчас я бы хотела передать слово вам, чтобы вы поделились, кто что понял, кто что узнал, кто чем научился, для чего вообще нужен такой марафон, на твой взгляд, да. И твои рекомендации для тех людей, которые, может быть, пока еще не участвовали, или, может быть, пока еще не готовы были к участию в марафоне, давайте, кто хочет первый, там, кто второй, пишите букву «Я» в чат. Я вам по очереди буду передавать слово, значит, кто еще не знает, когда я вам передам слово, у вас появится кнопочка «Говорить», вы на нее нажимаете, и вы сможете сказать то, что вы хотите сказать. И после того, как вы договорили кнопку «Говорить», вы выключаете. Пишите, кто хочет первый, кто второй. Вы знаете, о, Галя, почему-то я так и думала, что Галя сейчас будет первой, напишет. Галь, передаю тебе слово. Значит, и вот как букву «Я» написали, ребят, в этом порядке, и готовьтесь. Так, пригласить диалогу, говорить. Тебе слово, Галь. Всем доброе утро. Ну, что хочу сказать. Вообще, меня переполняют чувства, потому что я не новичок в интернет-бизнесе. То есть я уже давно начала вообще изучать это направление. Но благодаря марафону у меня вообще пришло осознание, почему я не получала должного результата, которого хотелось бы. Конечно, я очень благодарна Катерине, что она с нами тут со всеми прям решали мы все вопросы по ходу. То есть не просто, знаете, я проходила очень много обучений в интернете, и платных, и бесплатных. Очень много на Ютубе смотрела видео, как именно продвигать бизнес через интернет. Но дело в том, что там не было обратной связи. То есть правильно ты делаешь или неправильно, ты не понимал. То есть ты делал так, как, ну, понимал сам. Здесь же мы получали обратную связь, что вот тут вот надо подправить, вот тут вот надо изменить. И, в общем-то, главной моей ошибкой было то, что я работала не на целевую аудиторию, то есть я делала действия не на целевую аудиторию, а делала действия именно на всех. Не работает, как оказалось так, на всех. То есть невозможно всех подгрести под одну гребёнку. И, собственно, здесь я научилась писать цепляющие заголовки. Здесь я научилась делать продающие тексты. То есть и когда я стала это делать на конкретную целевую аудиторию, ну, многие из вас знают, я скринки дала, то есть сразу пошли результаты. Вот поэтому, конечно же, наш марафон – это действенный инструмент. Это инструмент с обратной связью, и это обратная связь в лице того человека, который заинтересован в нашем общем успехе. Вот поэтому обязательно, вот знаете, жалко мне тех людей, которые в первый же день отказались от этой возможности, побоявшись, что тут им зададут что-то невероятное. И, конечно же, жаль тех, кто не дошёл до конца. Потому что вот сейчас мы получили вкупе, ну, просто инструмент, которым, я так думаю, создадим сейчас вообще полный информационный фон во всех социальных сетях. И главное, что мы будем бить адресно. Поэтому, Катерина, большая благодарность. Следующий марафон сделаю так, чтобы все мои личники были здесь. Потому что без этого инструмента, ну, в наш информационный век, ребят, ну, просто никуда. Поэтому благодарю всех за связь. Очень рада, что была с вами. Благодарю, Галина. Ребят, кто сейчас будет выступать, включайте видео тоже. Потому что одно дело, когда вы просто говорите, другое дело, вы уже можете включить видео, показаться. Тем более идёт запись. Так, Русановы, вам слово. Русановы, слово. Юля, готовься. Слышно меня, видно? Меня все слышат? Хочу сказать, что я не вижу тебя. Ну, ладно. Итак. Даня, слышно, но не видно. Слышно, но не видно. Слышно, но не видно. Смотрю. Ага. Вот. Оказывается, так. Сегодня с утра исправляла свои ошибки, делала видеозапись, да, но чуть-чуть не доделала, она ещё вот у меня висит в загружении, да. Доделаю. Исправлюсь. Я благодарна, благодарна, Катя, в первую очередь, тебе, да, благодарна Галле за то, что вы меня, понимаете, вы меня постоянно поддерживаете. Уже вроде как руки начинают опускаться, да, то не получается, то не получается, то не получается, что-то цветное хочется сделать, опять не получается. Но вы меня поддержите, я вам за это очень благодарна, да. Я благодарна, что я смогла пройти, пройти именно этот марафон, да. Этот марафон очень был для меня нужен, да, нужна была именно эта информация, да. Никогда я не работала в сильных соцсетях, да. На сегодняшний день я многому, очень многому научилась, да, но одно. Не всё я ещё для себя приняла. Я буду бесконечно пересматривать вот эти ролики, да, то, что ты нам давала. Не всё я ещё приняла, не всё ещё у меня осознало здесь вот в голове. Но я рада, что я здесь, что я рада, что я с вами, да. Ещё один плюс у меня, да, я, как говорится, начала разговаривать с людьми, начала делать презентацию, начала выезжать, да. Меня люди слышат, люди понимают, да, ну у тебя, конечно, есть деньги. Многие говорят там, я войду, я обязательно войду. Нельзя не быть здесь в этой компании, да. Научилась работать по системе. Ну я, в общем-то, и старалась работать по системе, да, но где-то что-то плюсы, минусы у меня были, да. Но на сегодняшний день, да, я сразу прохожу через портал. Уже завожу через портал в день. В общем-то, благодарю, всех благодарю своего уже наставника сейчас, Галины, которая нянчается со мной, с моими проблемами. И, Катюша, тебе огромная благодарность, да, вот за эти знания, которые ты нам сегодня дала. И этого мне вообще никогда не хватало. Лазила я по интернету, я пыталась найти ролики, как это правильно сделать, да, но, ну, внешне что-то делала, да, да, ну, именно изнутри, именно правильно, как все это сделать, как это взять, да, откуда, что, что-то, именно на какую аудиторию, да, планировать в своем приглашении. Я этого никогда не делала. Было просто общее все, да. Но мы сегодня, я все кардинально пересматриваю, абсолютно все. Мы благодарим Александру Николаевичу. Это что такое, прячете постоянно. Я тоже благодарю всех. Катерина, вас особенно, потому что мне тоже трудно дается, но я это прохожу, стараюсь. Так что мы очень благодарны за вашу мощнейшую школу, которую вы нам даете. И в Магнитогорске мы обязательно придем. Все, благодарю всех. Пока-пока. Отлично. Отлично, замечательно. Саша, ты больше не прячься сразу вместе. Вы же всегда вместе, вместе с Татьяной, садись. И всегда первым высказывай все, что у тебя есть. Значит, сейчас передаю слово Юле. Алла, ты когда нажмешь кнопку «Говорить», у тебя будет два значка, один микрофончик и второй такой кружочек. Просто посмотри, чтобы на них крестики не стояли. Если будет стоять крестик, крестик нажмешь, и у тебя покажется видео. Так, у нас следующий человек, это Юля. Юль, передаю тебе слово. Так, сейчас. Давай, видео включай. Так, всем доброе утро. Что-то не получается у меня видео включить. Но, в любом случае, меня видно, меня слышно. Хорошо меня слышно? Вижу, плавайзер играет. Всем доброе утро. Что я хочу сказать о марафоне? Ну, скажем так, я более внимательно стала относиться к своим страницам в соцсетях. И, вы знаете, люди начали откликаться и задавать вопросы. Сегодня утром я только проснулась, и два человека уже в соцсетях мне задавали вопросы. И я скинула уже ссылки на сегодняшний вебинар в два часа. Думаю, что люди там будут. И, ну, во-первых, чувствуешь себя уже не просто новичком, а человеком, знающим, человеком, понимающим, таким неким профессионалом уже продвижения бизнеса через соцсети. Откликаются люди, и я думаю, что теперь нас уже точно не остановить. Попробовав и начав получать результат, мы действительно добиваемся поставленной цели, которую мы поставили на этом марафоне, чтобы не мы работали на бизнес, а бизнес работал на нас. И сейчас у нас события в трех городах. Это Магнитогорск, Дальнереченск, Тольятти. И, в принципе, даже находясь в других регионах, мы можем эффективно и очень грамотно на это сработать через соцсети. Катя, тебя хочу поблагодарить за этот марафон. Он действительно особенный, он действительно нам был очень нужен. И я вижу также в команде те люди, которые... Кто-то выбыл из марафона, кто-то никогда вообще, в принципе, даже не думал, что он будет в соцсетях продвигать свой бизнес. Это люди сейчас втянулись в соцсети и размещают свои объявления, призывы на вебинары, изучают сайт Гармония и, в принципе, пробуют себя на просторах интернета. Катя, благодарю тебя за это и с нетерпением, конечно же, ждем следующего марафона. Благодарю, Юлия, за твой отзыв. Значит, Виталий, тебе слово. Наталья Макеева, готовься. Так, Виталий, где ты тут у меня? Вот он. Видео включается, ребят. Не стесняйтесь. Спасибо. Всем доброе утро. Как меня слышно? Как слышно меня? Не слышно? Виталий, я тебе даю слово. Ты убавь у себя немножко звук, потому что идет гулый фон. И включи видео. Еще раз нажимаю тебе. Немножечко звуку байк. Еще раз пробуем, как я слышно. Видео включил. Так, себя не вижу. Меня слышно, Катя? Сделай потише, очень фонит. Сделай потише, очень фонит. Еще тише. Так, наполовину убрал. Сейчас как? Сейчас лучше? Отлично. Видео почему-то не включается. И видео включилось. Видно меня, да? Всем доброе утро. Хочу сказать несколько слов о марафоне. Ну, этот марафон, ребят, как никогда просто. Меня колбасило, как в первый раз. Потому что я просто не был никогда на тренингах с погружением, но думаю, что это что-то подобное. Очень благодарен своим наставникам, Екатерине и Вадиму. Это просто крутая подборка новых тем. То есть вот эти тренинги, которые именно узконаправленные. В интернете я, можно сказать, новичок и никогда ничего не делал, потому что вроде год в бизнесе, но получается, что такие элементарные вещи, которые меня тормозят, только сейчас начали до меня доходить. Самое основное понимание, это вот как раз предпоследний тренинг «Время». Куда оно на самом деле уходит? До меня стали вот только сейчас доходить. Что это и как? Я поздравляю всех партнеров, кто принимал участие вместе со мной и прошел Академию. Очень жаль тех, кто отказался в первый день. И в то же время были такие люди, которые в процессе уже решили остаться и просто жму им руку. Я настоятельно рекомендую пройти подобное обучение каждому, кто настроен на серьезный рост. Потому что с каждым тренингом это просто все круче и круче. И на самом деле тренинги показывают, кто ты на самом деле, кем ты являешься. Я обязательно приму участие в следующем подобном марафоне. Обязательно. Потому что я принял решение быть в системе один раз. И, естественно, я буду на следующем марафоне. Благодарю Екатерину. Просто от души благодарю. Всех благодарю, кто был рядом. Всем хорошего дня, хорошего денежного дня. Отключаюсь. Благодарю, Виталий. Наташа Макеева, тебе передаю слово. Ребята, вы видео тоже включаете. У вас там вот сверху, где камера, там еще есть кружочек и там крестик стоит. Вот крестик нажми сверху на кружочке, где написано Наталья Макеева, кружочек с крестиком. На крестик красненький нажми, и у тебя видео откроется. Тебе слово говори. Наташа, тебя не слышно. Еще раз, проверь звук. Вот, может быть, у тебя снизу, вот здесь, где микрофончике, звук выключен. Все, сейчас хорошо слышно? Алло. Слышно, да? Ну, хорошо. Ладно, ребята, добрый день. Участвуя в этом марафоне, вы знаете, мы такая команда получилась, людей, единомышленников, которые готовы свершить горы, готовы к трудностям. И, в общем-то, мне даже приятно, что я оказалась вот со всеми этими людьми, со всеми с вами. Я уже четвертый раз прохожу марафон и каждый раз говорю, ой, все это последний раз. Все, у меня больше нет сил, времени. Но заканчивается очередной марафон. Как и говорит, кто? Записывается на следующий. И опять я на подъеме, и крылья вырастают, и поднимаешься еще на ступеньку выше, и узнаешь много нового, интересного, ну и снова двигаешься вперед. А после третьего марафона, когда еще приезжал к нам Вадим Рафальский, в нашей команде закрутилась такая воронка, было много подписаний, и я закрыла ранг Сапфира. Ну и кто-то говорил, по-моему, кто-то из ребят из наших, из партнеров говорил, что все начинается после марафона. Поэтому я уверена, что после марафона действительно будут уже хорошие результаты. Вот. Ну и интернетом тоже плохо владею. Бывало, сидишь по три часа, время не замечаешь, как летит. Ну, хочется добиться, а когда уже получаешь результат, и понимаешь, что гениально, действительно все просто. И недаром Катя говорит, так, тяжело ли в учении, легко в бою. Так, я думаю, ну ладно. Ну и вот первое письмо получила, уже на, первый ответ получила на свое письмо. Даже, знаете, как-то, даже мурашки по коже побежали, думаю. Кто-то меня услышал, кто-то заинтересовался. Интересно так, как по интернету, не видя человека, да, не зная его. Ну, хочу сказать, что действия, еще раз действия, они дают путь к результату. Мне очень понравилось. Вот мы раньше писали первый пункт, планы, как мы писали там, первое, второе, третье. А мне понравилось, как сейчас Катя сказала, как режим дня составлять. Вот это настолько важно, учитывать время, беречь свое время, это самое главное. Поэтому, если у вас есть цели, есть желание получать большие ячейки, ранги, конечно, нужно отложить свои дела, оправдание-то в сторону убрать и принимать опять участие в следующем марафоне. Благодарю Катю за терпение, за интуитивное, вот именно нашу, ну, то, что она помогла нам. Она поняла, где наши больные вот эти места, где нам помочь, надо в чем помочь. Ну, естественно, за Юлю, которая тоже мне помогала при прохождении марафона. Да и вообще, я очень рада быть в этой команде с вами. Всего хорошего. Спасибо. Наталья, молодец. Вот я хочу Наталью отметить. Да, я поздравляю Наталью с рангом Сапфир. Получается, что она его прям закрыла перед самым марафоном. Большущая молодец. Я знаю, насколько сложно ей давались задания, потому что она звонила, дистанционно что-то мы с ней делали. Но я так считаю, одна из хороших черт человека, который позволяет ему достичь успеха, это напористость и упертость. Понимаете? Вот это хорошая такая черта. Наталья, я могу сказать, с учетом, что, зная, насколько ты знаешь интернет, ты молодец, продолжай просто все, что мы сегодня знаем и умеем, это наши отточенные навыки. То есть навыки мы тебе показали, да, осталось просто их начать оттачивать каждый день, и ты станешь профи еще и в этом вопросе. Так, следующее у нас идет Надя, Надя Ярлова, готовься, и потом у нас пойдет Савельева Алла. Надя, передаю тебе слово. Говори. Видео в печи. Здравствуйте всем. Я хотела бы рассказать свой отзыв о вебинаре, о этой прошедшей уже учебе. Вы знаете, для меня много успо-барьеров. Расскажу в чем. Во-первых, я не... И вот сколько проходило, у нас были учебы, да, вы знаете, ни один раз у меня не получалось записать ролик. Вот какие-то так складывались обстоятельства, я ни разу не записывала. Вы знаете, и вчера я пошла из дела, я преодолела себя, я не могу сказать, что это было легко и просто, но я решила, что я дойду, эту академию пройду от начала до конца. Вчера я до двух сидела, выполняла домашнее, доделывала, скажем так, подтягивала хвосты. Вы знаете, Катя, я благодарна тебе, ты помогла мне расширить, открыть больше дверей. И вы знаете, вчера мне написали уже, услышали мой, как говорится, призыв к действию. Ну что хочу сказать, благодарна тебе за то, что ты действительно понимаешь, когда нужно сказать и что сказать, вот прям чувствуешь. Я благодарна тебе за то, что ты можешь видеть это, за то, что ты так прочувствовала каждого из нас и дала такое большое знание и понимание вашего бизнеса. Я благодарна вам. Всего большого спасибо. Молодец, молодец, Надя, доделала задание, молодец. Вообще все большие молодцы. Так, Алла Савельева, Алла, передаю тебе слово. Почему же все только без видео? Хотелось бы, конечно, еще на вас посмотреть. Алла, тебе слово. Давай, присоединяйся. Алло, слышно меня? Алла, тебя не слышно? Проверь звук. Вот сейчас, наверное, будет. Слышно? О, давай. Алло, слышно? Ага, вижу плюсы, да. Всем доброе утро. Я, конечно, нахожусь в таком эмоциональном предвознанном состоянии, потому что то, что я делала за эту неделю, я никогда в своей жизни не делала, не участвовала в таких вещах, хотя, в общем-то, я училась по интернету, проходила всевозможные тоже обучения, но именно в таком реальном времени в такие сжатые сроки нужно было выполнять задания. Для меня, на самом деле, это такая встряска была, потому что до марафона у меня жизнь, в общем-то, текла спокойно и напряженно, а здесь мне пришлось собрать всю свою волю в кулак и выполнять эти задания. От себя хочу сказать, что наиболее сложным для меня было задание – это размещение составления объявлений. почему-то, хотя на самом деле мне оно оказалось легким. Но именно это оказалось очень сложно выполнить, потому что банялись сайта, не пропускали, приходилось. В общем, целый день я потратила, и по звонкам практически в этот день времени не смогла уйти. А когда было задание записать видеоролик, я боялась больше всего этого задания на самом деле. Но, как ни странно, я к нему подошла уже спокойно, и не так сильно воловалась, ну, записала, конечно. Может быть, не все удачно получилось для первого раза. Но я теперь получила такие знания, такой опыт за эту неделю. Я теперь уже знаю, что мне делать дальше, как это делать, как на самом деле создать свой бренд, потому что и с соцсетями я в настоящее время тоже не особо общалась, а то не видела в этом смысла, наверное. А сейчас я понимаю, что, в общем-то, я еще и свой бизнес могу через эти инструменты продвигать. Вот, так что я очень благодарна за то, что я такие знания получила. Катя, большое спасибо. Спасибо Юле за то, что меня, так сказать, направила в нужное русло и сказала, участвовала, участвовала, обязательно. Вот, поэтому я очень благодарна, что даже отзывы уже под видео появляются, люди смотрят. Я вижу, что, действительно, идет какая-то реакция в интернете на наши действия. Поэтому я думаю, что мы все находимся на правильном пути. Большое спасибо всем за поддержку. Я надеюсь, у нас все получится в будущем. Спасибо. Алла тоже большая молодец. Знаете, что меня порадовало? Человек первый раз проходил марафон. И вот два человека, три человека. Новичка я хотела бы тоже отметить. Это как раз Савельева Алла. Это Людмила Дорохова, сейчас как раз я ей передам слово. И Екатерина Ганихина. То есть девчонки вообще впервые делали определенные действия, но настолько они скрупулезно и тщательно подходили к выполнению заданий, то есть максимально. Максимально вот четко. Все-таки я смотрю, даже вот кто в кавычках, скажу, старички, где-то более в расслабленном были состоянии, нежели вот эти три человека. Поэтому, ребята, просто супер. Вы знаете, всегда правильные действия, они дают верный результат. Людмила Дорохова, я тебе передаю слово, нажимай кнопочку «Говорить». И давай, мы готовы послушать твой отзыв. Не включается, хорошо ли меня слышно, скажите. Слышно, да? Сейчас вы, Катя, сказали такие слова, я не могу, у меня прям слезы подступают к горлу. Во-первых, всем здравствуйте. И вот я смотрю, у нас тут на подключении люди. Хочу большое спасибо сказать Рамзе Сагадельной, которая меня, ну, буквально вытащила и привела в эту компанию. Рамзе Сагадельной, большое тебе спасибо. И большое спасибо моему непосредственному наставнику нашему, нашему гуру. Это вот Галина Пичугина, которая, ну, практически весь марафон со мной нянчилась. И вам, Екатерина, большое спасибо за ваши подключения, за ваши слова поддержки. Я вчера практически после домашних заданий я не могла уснуть. Я думала, ну, где же найти те слова благодарности, как написать про этот марафон. И вот тут мне опять же прочитала фразу. В последнее время мне буквально вот попадаются одни фразы, которые вот действительно вот нужны здесь и сейчас. И вот такая фраза, чтобы добиться чего-то в жизни, нужны хорошие связи, хорошие нейронные связи. Вот действительно, весь марафон – это были мои нейронные связи. Это вот прям была проверка этих связей конкретно. Потому что, ну, первый день как-то, да, вот это вот нас, вы маленько, как говорится, собрали в кучу. И у меня вот мысль была – надо, не надо. Думаю, нет, надо. Раз поставили такие жесткие условия, я думаю, наверное, я должна это пройти, да, верно, я должна это. Но, ну, так постепенно включилось, вроде все получается, получается. И потом пришла точка невозврата. Я звоню Галине Печугиной, говорю, Галина Алексеевна, я не могу, мне хочется плакать. Она мне говорит, ну, ты не единственная в этом желании. Потому что уже все, я поняла, если я не дойду до конца, если я не сделаю, что от меня хотят, ну, наверное, я себя перестану уважать. И вот это вот, то, что я получила вот эти все знания, получила, вот действительно то, что я никогда ничего такого не делала, вот, непосредственно в интернете. Я клавиатуру сейчас выучила. У меня, и вот еще один плюс, да, со мной весь марафон был мой сын. Ну, вот, как говорится, он был моим главным помощником. И вот фраза, мы с ним смотрели выступление Вадима Чарикова, и его фраза была, что мама, мы, ну, я понял, что мы пришли именно в ту компанию, и Вадим Юрьевич, это классный мужик, вообще это для меня было самое лучшее, услышать вот за эти дни. Вот, я поняла, что моя семья – это моя поддержка. Ну, спасибо еще раз, Екатерина. Ну, наверное, думаю, что я все-таки на второй марафон подключусь, потому что, вот, ну, назад дороги нет, только вперед. Потому что прошлое уже, вот, как я повесила картинку, что ты идешь, а прошлое кусками отваливается, отваливается. И вчера еще хочу сказать, я вчера, прям, наверное, вот, вечером, Галина Пичугина была со мной весь вечер, я ее просто вот с этими видео достала, наверное. Я уже говорю, и едем в машине, вот, просто такая ситуация, едем в машине, и стоят там люди, да, я смотрю в окошко, и Галине говорю, Галина Алексеевна, наверное, уже так, как вот они, я уже не смогу. Она мне говорит, ну, конечно, однозначно, это даже вообще не обсуждается. Вот. Ну, не буду больше вас задерживать, спасибо за внимание, всех люблю. Спасибо. Благодарю, Людмила, за отзыв. Скоро увидимся. Так, значит, так, и кто у нас еще? Лена, Лена Берегельская. Тебе даю слово. И кто у нас, кто-то у нас отсиделся, и Катя почему-то не написала слово «я». Так, сейчас, Лена, тебе передаю слово. Давай, давай, нажимай «говорить». Лена, тебя почему-то не слышно пока. Давай еще раз попробуем. Еще раз давай. 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 Пока не слышно. Проверь звук. Звук у тебя все нормально включен. Сбоку вот здесь есть микрофончики. Веб-зале слева на черном фоне, слева внизу. Посмотри, может быть, у тебя там убавлен звук, верхний такой громкоговоритель, значок. Так, почему-то Лена не слышит. Давай тогда, Катя, тебе даю голос. Лен, проверь, пока посмотри, у тебя звук в веб-зале. Екатерина Ганихина, тебе передаю слово. Хорошо. Так, Катя вылетела. Дубль два. Терина, пока не слышно. Видимо, из Франции как-то медленно звук идет. Расстояние далекое. Попробуй еще раз микрофончик выключи. Смотри, у тебя сверху, где твое имя, нарисован такой громофончик, и рядом камера-кружочек. Посмотри, звук там у тебя включен или нет. Может быть, у тебя там стоит крестик, если стоит красный крестик, на него нажми, и у тебя появится звук. Сейчас еще раз попробуем. Давай сейчас попробуем Лену еще раз. Лену. Продолжение следует... Лена, почему-то тебя не слышно. Так, тубль 2 по второму разу. Еще по одному разу пробуем. Если уже не получится, тогда просто напишите в письменном виде свой отзыв. Так, Катю выкидывает. Видимо, интернета не хватает. Так, давайте пробуем последний раз. Сейчас, хотелось бы, конечно, чтобы уже все высказались, хотя свои свидетельства. Это очень важно, потому что когда человек делится тем, что до него дошло, до него доходит еще больше, и до других людей тоже что-то доходит в этот момент. Лен, о, а как-то у нас Русанова второй раз присоединяется. Лен, давай пробуй. Не слышно меня? Слышно меня сейчас? Слышно? О! Слышно? И видно. Да, и видно. Ну, здравствуйте всем. Ну, здравствуйте всем. Здравствуйте всем, партнеры. Доброе утро. Здравствуйте всем, партнеры. Где я и что я могу? Вот это, наверное, главное. Никогда, вот представьте мне, ну не представьте, понятно, мне 51 год, я никогда не вела страничку, у меня ее просто не было странички, ни в контактах, ни в одноклассниках, нигде, нигде, нигде. Муж там, да, Сережа, он открыл свои одноклассники и изредка говорил мне, вот там тебе привет передают. Я говорю, ладно, скажи, что я не в соцпространстве. Просто обходилась без этого, наверное, думала, что и дальше, наверное, так буду. Но вот сейчас на страничке, на своей, в одноклассниках, в контактах, в контакте нахожу общение, мне пишут, пока пишут, конечно, только ля-ля-ля за жизнь и так далее. Это тоже хорошо, это тоже наши связи. Ну, нет, было один, было одно общение насчет, чем я сейчас занимаюсь, ну, почему-то человек сказал, нет, это тема, после роликов, нет, это тема, мне интересно. Написала, ладно, никто не зомбирует, никто не агитирует, общаемся без деловых вопросов, там, когда-нибудь общаемся. А вообще, интересно, интересно в этом марафоне что? И красная нить вот в двух марафонах, главное самодисциплина для меня, главное самодисциплина, главное управление временем. И главное, что если я себя не организую, конечно, меня никто не организует. Вот это для меня самое главное. А то, что не доделала, я доделываю, я доделываю объявления на досках. Вчера уже прошла всю регистрацию, написала, выложила объявление, и бабах, не пропустила система, потому что была реферальная ссылка. А я, конечно, прочитала в правилах, что у них не допускается, ну, думаю, а вдруг пройдет? Не прошло, ничего, будем в других досках работать. И, конечно, видеоролик для Ютуба пока у меня, ну, наверное, сегодня, наверное, сегодня состоится. Написала уже сценарий, наверное, подготовила оператора, выбрала интерьеры. Наверное, сегодня это случится. Ну, случится обязательно. Всем успехов! Большое спасибо Екатерине за знания, за... Я очень понимаю, что, чувствую, что это все на своем опыте, на своем опыте. Катя нам передает то, что она проверила на своем опыте. Катя и Вадим, спасибо. А Виталию спасибо особенное, потому что на третий день марафона я уже, в принципе, сдалась. Но после разговора с ним поняла, что мне это надо. Надо. Нельзя себе потакать в слабости. Все. Всем удачи, успехов. Спасибо. Лена, благодарю за твой отзыв. Да, Виталий молодец. Просто вот важно понять, что чем еще хорош марафон. Особенно, когда на марафоне еще находится твой наставник. Наш бизнес, он простой, сетевой бизнес. Он делается на связке двух людей. То есть, если у тебя есть связка с твоим наставником, значит, у тебя будут тысячные сети. Если нету связки с твоим наставником, ничего глобального никогда ты не сделаешь. Это важно понимать. И я сейчас говорю это для людей еще, которые не были в марафоне, поймите вот эту вещь. То есть, бизнес сетевой, он делается на связке. Команда, она начинается с двух людей. То есть, это ты и твой наставник. И сейчас мы будем уже заканчивать. Что я хотела вам сказать. Марафон у нас действительно был необычный. В основном мы сделали... Я бы сказала, это даже не марафон. Это все-таки был такой курс пятидневный, да? Шестидневный у нас получился. С домашним заданием, с уроками, направленными на бизнес в интернет. Но, несмотря на то, что мы с вами все это делали первый раз, за неделю мы получили такой результат. То есть, у нас прошло 11 заказов по 555, по 1100, 15 по 110. И мы сделали товарооборот 13200. И суммарно прошел 31 заказ. Ребята, вы большие все молодцы. Здесь вот еще Катя написала свое свидетельство. Угу, отлично. Ребят, поймите, вот у кого-то появились первые подписи. Кстати, по-моему, Лена Берегельская, у тебя же, по-моему, пошли первые включения, да? Во время марафона. Если я не ошибаюсь. Ребят, вот цените свои маленькие результаты. Цените то, чему вы научились. Правильно сказала в конце сейчас Лена. Все начинается с самодисциплины. Четкий план дня. Дальше конкретные действия. Все у вас теперь для этого есть. И в любом случае мы в марафоны подобные. Да, Лена, почему же ты не сказала, что, во-первых, первое включение, раз когда ты включила одного человека, ты говоришь о том, что ты можешь включить еще тысячу, понимаешь? Когда один появился у тебя партнер, значит, их будет тысяча. Посчитай, что первых сколько денег ты сделала в новую для тебя индустрию. Это очень ценно. Иди купи себе шоколадку. Ребят, все, кто проходили марафон, запишите свои достижения в тетради побед. Потому что каждый из вас, он победитель. Я видела, что с вами происходит. Вы все огромнейшие молодцы. Самое большое, это вы сделали вызов для себя. И несмотря ни на что, на какие-то обстоятельства, препятствия, вы просто прошли до конца этот марафон. Все начинается с первых шагов. То есть то, как ты с собой разговариваешь, то, как ты действуешь. Сейчас, что ждет нас в ближайшее время? На этой неделе, значит, завтра уже Вадим Юрьевич вылетает в Дальний Реченск. Ребята, готовьтесь, к вам едет тяжелая артиллерия, да? Готовьте друзей, да? Вот некоторые, а почти все говорили слова благодарности мне. Сейчас в Дальний Реченск едет Вадим Чарков. Я вам могу сказать, если бы вы видели 9 лет назад меня, когда я попала к нему в качестве ученика, это был полностью неуверенный себе человек. Я не умела общаться с людьми, я не умела разговаривать. У меня была огромная гора комплексов, страхов. Я была зашуганная. Я даже на рандеву пришла с мамой, представляете, на встречу. Я боялась идти одна на встречу, но я начала бизнес. И фактически вот сейчас кому-то кажется, некоторые мне говорят, да, тебе-то хорошо, ты вон на это знаешь, это. Знаете, я это результат упорного труда, в кавычках, моего наставника, ну и, конечно, скажем так, моей мягкости и восприимчивости. То есть это результат двух людей. И сейчас он приедет к вам в Дальний Реченск. Используйте по максимуму это время. Дальний Восток, затроньте Дальний Восток. Благовещенск, выезжайте в Дальний Реченск вам рядом. Хабаровск, выезжайте в Дальний Реченск вам рядом. Но окажитесь на этой встрече, представь, человек двое суток едет, а тебе надо-то там тело переместить, у тебя все рядом. Летит, тут летит двое суток почти, да. Поэтому все в ваших руках. Я думаю, что пора на Дальнем Востоке сделать шикарный растущий результат. Город Магнитогорск. Завтра сажусь на поезд, уезжаю к вам. Ребята, кто находится рядом. Вот Русановы сказали, мы едем. Сами едете, это отлично. Всех своих новичков сажайте с собой в машину, привозите. Я вам гарантирую, вот эти три дня в Магнитогорске, они дадут вам рост, дадут вам энергию, дадут вам понимание. Потому что одно дело, мы общаемся дистанционно с Кайп, другое дело, когда идет личное общение глаза в глаза. Сейчас очень важно не только самим приехать вам, но и, знаете, как я обычно говорю, не надо возбуждать невозбуждаемое. Возьмите горящих новичков, кто только включился, кто еще не знает, как делать бизнес. Вот сделайте приоритет на них, то есть горящих людей, возьмите с собой в машину, приезжайте в Магнитогорск. Ну и, конечно, те, кто находится в Магнитогорске, там сейчас у нас Людмила, там у нас Галина, да, девчонки, скоро увидимся. Максимально используйте время. И для всех вас я хочу сказать, когда намечается событие в каком-либо городе, все, запомните раз и навсегда, все происходит в самый последний момент. Когда ты веришь и действуешь до конца, и перед событием, как правило, когда ты не отступаешь, когда ты действуешь, когда ты постоянный, перед событием всегда включаются потенциальные лидеры. Запомните, запомните это. И город Тольятти, сейчас мы уезжаем, но имейте в виду 19 апреля, и те, кто, у кого есть знакомые в Тольятти, 19 апреля у нас будет мероприятие в городе Тольятти, это уже по возвращении, это будет в следующую среду. Сейчас мы уезжаем, используйте по максимуму время, чтобы пригласить людей на встречу 19 числа. Да, Юля будет, я очень рада, что ты приезжаешь к нам сюда, тем более, что ты приезжаешь еще, получается, больше, чем на неделю, молодец, умница. Сейчас тоже использую время для того, чтобы на презентации 19 у тебя были здесь гости. Ребят, всем отличной продуктивной недели, всем включение на большие пакеты. Помните, на носу у нас сейчас сплит, 97%. Покажите эту возможность, ребят, сплит будет двойной, двоение монет сейчас будет. Это просто уникальное время для ваших друзей. Поэтому переходите к действиям, я вас всех люблю, огромных вам удач, успехов и всего самого хорошего. Всем пока-пока. Пока.